Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Мельцер. И в этом занятии мы с вами познакомимся с системой WebMoney. Мы пройдем с вами простую регистрацию и создадим первый кошелек. Итак, приступим. Открываем поисковую систему Google и в треке поиска вписываем www.webmoney.ru Вот, в принципе, мы только начинаем вписывать, сразу система выдает нам подсказку. И мы переходим на официальный сайт WebMoney. Итак, нажимаем на заветную кнопочку «Регистрация» и переходим на страницу, где нам в первую очередь предлагают вписать номер мобильного телефона. Обратите внимание, друзья, в международном формате. Нажимаем «Продолжить». И далее переходим на страничку, где нам нужно вписать наши персональные данные. Конечно, можно воспользоваться вот этой вот опцией и импортировать данные сервисов, но я не рекомендую это делать по опыту, знаю, что далеко не всегда они переносятся корректно. Лучше все вписать вручную. Итак, заполняем наши данные, заполняем все графы. Обратите внимание, что все данные реальные. Так, выбираем контрольный вопрос, допустим, вот этот. Вписываем ответ. И вписываем адрес дополнительной электронной почты. Вот эти вот галочки, в принципе, можно поснимать, это не суть важная. А что нам действительно важно, это ознакомиться с соглашениями, прежде чем мы будем продолжать. Вы можете перейти на дополнительную вкладку, чтобы не уходить с этой страницы. Давайте откроем новую вкладку. И вот здесь рекомендую, друзья, подробно прочитать основные положения и только потом продолжать. Итак, нажимаем «Продолжить». Так, здесь у меня была допущена ошибка, адрес немножко неправильный. Давайте это сейчас дело исправим. Итак, исправили, нажимаем «Продолжить». Проверяем, что все указано верно. Если что, нужно исправить. Возвращаемся назад. Так как все правильно, нажимаем «Продолжить». Теперь нам нужно перейти на почту, которую мы указали при регистрации. Я указала почту на Яндексе. Сейчас мы сюда зайдем. И вот оно письмо от компании WebMoney. Для того, чтобы продолжить регистрацию, нужно перейти по этой ссылке. Также указан наш регистрационный код, который нам будет нужен в дальнейшем. Итак, переходим по ссылке и попадаем на страницу, где нам говорят, что нам должны прислать смс-код на телефон. Если код не приходит через пару минут, поднажмите на эту ссылку. Так, вот мне код уже пришел. Сейчас я его впишу вот в это окошко. Так, вот я вписала. Нажимаем «Продолжить». Завершение регистрации. Как видите, здесь указаны наши данные, адрес. И теперь нам нужно придумать пароль. Пароль придумайте такой, по заковыристей, чтобы сочетал в себе и латинские буквы, и цифры, не менее 8 символов. И запишите его куда-то в блокнот, так чтобы только вы имели доступ к этому паролю. Не забудьте вписать контрольные цифры в нижнее окошко. Вот сюда, если цифры не видны, можете нажать на ссылку под цифрами, чтобы получить новые цифры. Итак, вписываем контрольные цифры и нажимаем «Ок». Добро пожаловать в ваш WebMoney кошелек. Пока у нас еще кошельков нет, мы чуть позже их создадим. А вот у нас главное меню, с которым вы можете потом чуть позже ознакомиться. Как видите, ничего сложного в этом нет. Потом самостоятельно пройдите по всем пунктам этой странички, познакомьтесь с тем, что здесь есть. А мы сейчас с вами перейдем к самому интересному, к созданию кошелька. Итак, нажимаем на «Можно создать» и переходим на страницу «Создание кошелька». Видите, по умолчанию нам предлагают создать рублевый кошелек. Ознакомьтесь также со всеми условиями, с теми ограничениями, которые есть на кошелек. Нужно перейти на страничку и прочитать, что нам предлагают. Давайте это сделаем. Как видите, указаны ограничения, указаны условия. Подробно это обязательно прочитайте. Отметьте галочкой, что вы принимаете соглашение. И нажимаем «Создать». Нам пришло оповещение, что кошелек создан. Вот теперь мы его видим. Пока на нем 0 рублей. При наведении курсора, видите, внизу отображается номер. Сейчас мы нажмем на кошелек и перейдем вовнутрь. Пока здесь ничего нет. Вот здесь номер. Лимит указан. Для того, чтобы изменить этот лимит, что нам нужно сделать, вы можете опять-таки перейти по этой ссылке и прочитать все, что связано с этим вопросом. Давайте вернемся. Что у нас есть еще в меню? Мы можем выставить счет или пополнить кошелек. Давайте сейчас вернемся в главное меню и создадим еще один кошелек. Для этого нажмем на вот этот плюсик и перейдем заново на страницу создания нового кошелька. Сейчас нам предлагают создать долларовый кошелек. В принципе, можете выбрать любую другую валюту, которая вам здесь предлагается. Я выбираю долларовый. Опять-таки, внимательно прочитайте все, что здесь написано. Поставьте галочку, чтобы принимать соглашение. Нажимаем создать. Итак, переходим на нашу главную страницу. Вот он, долларовый кошелек. Теперь у нас аж целых два кошелька. Как видите, друзья, здесь абсолютно ничего сложного. Все очень легко. Хочу обратить ваше внимание вот на это меню. Верхнее, как видите, здесь достаточно много интересных вещей. И в вкладке еще открываются дополнительные функции, которые вы можете использовать при работе с WebMoney. И давайте зайдем сейчас на минутку вот сюда, вот в это меню. Я хочу, чтобы вы просто увидели, что здесь есть. Видите, здесь отображается вся основная информация вашего кошелька WebMoney. Здесь вы можете сменить ваш пароль. Также способы входа и так далее. Потом самостоятельно обязательно пройдите по вашему сайту. и ознакомьтесь с тем, что вы можете здесь делать и как вы можете работать. На этом все. До встречи на следующем занятии. С вами была Юлия Мельцер. С вами была Юлия Мельцер.